Для меня сегодня вообще особый день, потому что, когда мы приглашаем таких людей, каким является Алексей Сергеевич Породай, мы соприкасаемся с легендой, реальной причем. Можно сколько угодно говорить об истории авиации и космонавтики, но таких людей, которые причастны к ним полностью, живу и очень мало осталось. Я, когда первый раз с ним познакомился, я почувствовал, что я, так же, как и в тот момент, когда познакомился с Игорем Петровичем Волком, соприкасаюсь с чем-то настоящим. Именно тогда у меня возникла идея создать проект. Сначала это была выставка, потом серия выставок, потом это преобразовалось в всероссийский культурно-выставочный проект «Буран, крылатая легенда». И там же, как раз на первой выставке выступал Алексей Сергеевич, рассказывал о том, как он попал в эту группу летчиков-испытателей вместе с Волчей Ставе, как они испытывали «Буран». Ну, конечно, с возрастом человек что-то порой забывает. Иногда возникают какие-то разные такие, как это сказать, такие вот интерпретации. С одной стороны, с другой стороны, все равно каждое такое слово человека, причастного к этой истории, оно, я считаю, бесценное. И чем больше таких встреч, тем больше мы можем почувствовать не из книг, не из фильмов, а подлинный живой вот этот поток, который мощный еще он остался, который когда-то вдохновил огромное количество наших гениальных ученых, наших отважных летчиков-испытателей на создание вот этого чуда, которое мы знаем, как «Буран». Я думаю, что мы будем продолжать такие встречи. У нас будет в ближайшее время встреча, планируется, с летчиком-космонавтом, героем Российской Федерации Авдеевым, который летал на станции «Мир», который тоже очень много может рассказать. Ну и, в общем-то, будет как раз выставка, посвященная 90-летию моего отца в июне, значит, скажем, либо в Доме ученых ЦАГи, либо в демонстрационном центре ЦАГи. Сейчас решается вопрос и в Москве тоже. Но дело в том, что, конечно, когда мы говорим об одном из ученых, об одном из дочек-испытателей, мы говорим в целом об огромном количестве людей, которые были причастны к этому великому делу. Буран давно уже стал как символ. Можно спорить, насколько это было нужно или не нужно, оправдано это, был бы это проект национального престижа, или был проект просто технической целесообразности и необходимости, или военного назначения. Много версий существует, но в любом случае сейчас это символ, который давно уже как бы окреляет, в том числе и молодое поколение, как я вижу. И количество людей в этом зале сегодняшнем говорит, по-моему, само за себя. Было человек 40, если я не ошибаюсь. И я думаю, что если бы зал был больше, пришло бы еще больше народу. Очень хочется, чтобы все это продолжалось именно здесь, потому что стены этого зала, этой библиотеки, сотрудники ее, наши друзья, которые уже образовались в ходе наших проектов всех, это все какая-то уже неразрывная часть. В общем-то, я думаю, что мы будем продолжать, и такие встречи, они только дают больше сил, уверенности и надежды. Все мероприятие удалось, я считаю, потому что такие мероприятия, они... Вообще-то, к сожалению, хотелось бы побольше молодежи, чтобы все-таки была какая-то преемственность в поколении. Мы все тут немножечко так единогласно, все в одном духе встретились, потому что для нас Буран – это тема, конечно, современная такая, более, ну, скажем, нам близкая. И хотелось бы, конечно, чтобы эту тему больше знали молодежь. Но все равно она получилась такая, встреча очень теплая, ощущение такое, что пришли вот родственники, такие близкие, близкие, друзья, близкие люди по духу. Да, и действительно, нам очень приятно, что нашел возможность посетить эту встречу отец Николай, наш любимый батюшка. И, конечно, Алексею Сергеевичу всегда очень приятно встречаться с такими людьми знаковыми. И то, что, как обычно, сочетание синтез искусств, замечательная живопись, портрет, художники, музыканты, поэты, певцы – все собрались снова в одном пространстве. Мы очень довольны общению друг с другом. Да, стихи были просто замечательные. Я хочу отметить, что, конечно, очень украсил Ярошевский свои поэзии. У него сильнейшие стихи. Я считаю, что это один из величайших поэтов в нашем времени. Мы очень были довольны. Мы поискупались вот в этом гамме искусства, духовности. И вообще замечательно совершенно действительно, что отец Николай открыл этот вечер. Он как бы задал такой тон и доблагословил нас на вот такой вот замечательной мероприятии. Поэтому она так и получилась, наверное, потому что он нас благословил. Дай Бог нам всем дальше такого же теплого общения. Будем встречаться и продолжать друг друга рада. Давайте, конечно, не поломать. Ну, вы знаете, так получилось, что я в течение недели уже второй раз здесь оказался. Я перед этим не был здесь, ну, лет, наверное, 50. Ну, с тех пор, как учащийся в школе, здесь был записан в библиотеку. Ну, и очень рад, что все это живо и существует. И более того, вот эти какие-то новые форумы, которые, ну, оказались, к счастью, достаточно живучими, они пережили все вот эти вот наши катаклизмы, все эти перестройки демократии и прочее, все, что мы в последние годы встречали. Ну, и надеюсь, что вот такие вот встречи, как сейчас, это не просто такая реминисценция, не просто воспоминания о каких-то достижениях, которые были в прошлом, но это определенная такая путеводная звезда, в общем-то. Ну, есть на что ориентироваться, есть к чему стремиться. Ну, хорошо, тут и молодые люди появляются, я смотрю, тут достаточно, что, в общем-то, вдохновляет на самом деле. Ну, и хотелось, чтобы это все продолжалось, вот, тем более, что в контексте, что тут какие-то собираются притеснения, там, я слышал, да, куда-то, значит, выселить другое помещение, ну, я думаю, что если есть такая возможность бороться, там, привлечь какие-то силы внешние, которые могут повлиять на ситуацию, я думаю, конечно, это надо все делать. Вот, ну, а так большое спасибо, ну, просто какое-то воспоминание, и воспоминание детства, и, значит, и надежда на будущее, все вместе. Вот так вот примерно. Работаю в ЦАГе, в настоящий момент заместитель начальника отделения номер 16, это которое делает строить аэродинамические трубы. Вот, Иванов Александр Игоревич, кандидат в физмат-наук, доцент, преподаватель физтех.